Привет, это IT News, новости из мира хай-тек. С вами Диас Аркинов, поехали! Продолжим. Известный производитель музыкальных усилителей британская компания Orange Music Electronic представила наушники с костной проводимостью O-Bones. Они позволяют слышать не только музыку, но и окружающие звуки. Наушники отличают высокое качество звучания и способность работать в широком диапазоне частот в беспроводном режиме. Впрочем, стоит отметить оговорку, что технология костной проводимости все-таки не может конкурировать с классическими наушниками. Разработчики O-Bones позаботились о комфортном прослушивании. Аксессуар четко передает басы, средние и высокие частоты. У наушников отличная эргономика, обеспечивающая плотное прилегание к голове, поэтому ими можно пользоваться даже во время занятий спортом. Гаджет оснащен мощными усилителями и динамиком на 75 милливатт с регулируемой громкостью, что обеспечивает хорошую услышимость даже при достаточно высокой громкости окружающих звуков. Вес аксессуара 32 грамма, он обладает 8-часовым рабочим ресурсом благодаря литий-ионной батареи. Время ее зарядки 1-2 часа. Наушники изготовлены из гибкого пластика с мягким резиновым покрытием, а их цена составляет 100 долларов. Продолжим. Европейское космическое агентство объявило о невозможности сотрудничества с российской государственной корпорацией Роскосмос по миссии ExoMars. В рамках нее планировалось провести исследование поверхности Красной планеты, отправив на нее космический ровер. Соответствующее заявление опубликовали на официальном сайте агентства. В нем сказано, что члены совета агентства, провели оценку сложившейся ситуации и единогласно решили, что сейчас дальнейшее сотрудничество с Роскосмосом по миссии ExoMars невозможно. Вместе с этим управляющий совет Европейского космического агентства наделил гендиректора агентства полномочиями, которые требуются для приостановки сотрудничества, а также для проработки вариантов дальнейшей самостоятельной реализации марсианской миссии. Отмечается, что после анализа ситуации гендиректор космического агентства в ближайшее время намерен созвать внеочередную сессию Совета Европы для подачи на рассмотрение конкретных предложений. В конце февраля объявили о том, что запуск российского европейского аппарата ExoMars в 2022 году маловероятен из-за санкции. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин несколько дней назад заявлял, что реализация миссии маловероятна из-за деструктивной позиции ЕК. Он добавил, что ракета-носитель Proton-M, предназначенная для пуска аппарата ExoMars, подготовлена к отправке на Байконур и Роскосмос ожидает решения европейских коллег. Ну и напоследок новости крипторынка. Глава компании Meta Марк Цукерберг заявил, что в ближайшие месяцы в Инстаграм появится поддержка NFT. Он также выразил надежду, что появится возможность не только их использования, но и выпуска. Дебют невзаимозаменяемых токенов на платформах Meta ожидался уже давно. В прошлом году глава Инстаграм Адам Массери заявил, что сервис изучает возможности NFT, но никаких анонсов предпочел не делать. В январе появились сведения, что специалисты Facebook и Instagram уже плотно занялись данным вопросом. Предполагалось, что пользователи платформ смогут использовать NFT-картинки в качестве изображений профиля, самостоятельно выпускать токены и даже продавать их. Сейчас господин Цукерберг никаких подробностей не привел и не совсем понятно, как NFT смогут работать в Инстаграм. Теоретически может появиться возможность продавать наиболее популярные посты или использовать токены как пропуск для сториз с ограниченным доступом. Пожалуй, наиболее привлекательной с точки зрения бизнеса представляется организация собственного маркетплейса вроде OpenSea. И, конечно, нельзя забывать о технологической базе для метавселенной, которая едва ли обойдется без NFT. К слову, Инстаграм будет уже не первой крупной платформой с поддержкой невзаимозаменяемых токенов. В январе они появились в Твиттере. Его пользователи получили возможность устанавливать принадлежащие им картинки в качестве изображений профиля. В отличие от обычных круглых аватаров, NFT-картинки имеют шестиугольную форму. Это были все актуальные новости IT-технологии. Подписывайтесь на Томикен Бизнес, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго!